Всем привет! Получить с одного куста смородины целое ведро крупных сладких витаминных ягод легко. И сейчас я вам расскажу, как это сделать. Сразу после сбора урожая многие садоводов забывают помочь нашей смородине восстановиться. Но мы не такие. Мы ей поможем. Как только вы убрали ягоды, смородине нужно вырезать все поломанные, пораженные болезнями и вредителями ветки. К сожалению, у смородины есть очень опасный вредитель, такой как смородинная стеклянница и смородинная галица. Она вредит практически весь сезон и всегда на запущенных кустах можно увидеть усыхающие ветки. Это очень серьезный удар по урожаю. Поэтому, как только вы увидели веточку, засохшую, либо засыхающую, вырезаем ее как можно ниже и уничтожаем. Ведь там сидит личинка стеклянется, и она проснется и на следующий год доделает свое грязное дело. Но это еще не все. Проведя фитосанитарную обрезку, наша задача восполнить потери смородины, которые она понесла, отдав нам свой урожай. Дело в том, что мы должны помнить, у смородины корневая система поверхностная и очень обильная. Она легко пересыхает и очень сильно страдает от засухи. Поэтому после сбора урожая обязательно убираем опавшие ягодки и больные листики из-под куста, легонечко рыхлим почву, поливаем ее, вносим удобрения. Это может быть азофоска, суперфосфат отдельно, калийные удобрения, тот же сульфат калия отдельно, либо печная древесная зола, либо комплексные водорастворимые удобрения по листу. Но самое главное, мы должны помнить, азота в этих удобрениях должно быть поменьше, а калия и фосфора побольше. Внеся удобрения, допустим, в почву, не забываем хорошенько пролить куст не менее 5-6 ведер воды на каждый такой вот красавец. И после этого еще раз легонечко рыхлим почву и обязательно мульчируем. Это не только предохранит корни от подсыхания, но и не позволит воде быстро испариться с почвы. А смородина скажет вам спасибо на следующий год обязательно. Очень большой урон смородине наносят различные листовые пятнистости и мучнистые роса. Ведь не секрет, что она уже перекинулась с крыжовника на всеми любимую черную ягоду. Она такая ценная, витаминная, и очень не хотелось бы портить урожай с тяжелой химией. Поэтому, пока у вас болезни и вредители сильно не распространились, берем в свои руки биопрепараты и отправляемся в сад помогать смородине хорошо завершить вегетационный сезон. Для того, чтобы справиться с мучнистой росой, можно использовать препараты серы. Это ПСК, Теовиджет, коллоидная сера, а также такие биопрепараты на основе микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, как профитсиная палочка, триходермин, фитоспорин и так далее. Нанеся их по инструкции, а это температура воздуха не ниже 16 градусов тепла, пасмурная, лучше облачная погода, мы надежно предохраним нашу смородину от опасных болезней. А вредители, ведь не секрет, что тля вредит не только в начале сезона, она вредит весь тот период, пока на растении есть хоть один зеленый листик. Поэтому, если ее немножко, буквально 2-3-4-5 штучек на один листик, мы берем биопрепараты. Это может быть, как всем хорошо известный и хорошо себя зарекомендовавший, фитоверм, аверсектин, он же акарин, матрин био, так и такой препарат, как профит-антивредитель, который содержит целый ансамбль из различных микроорганизмов, которые надежно справляются с вредителями, которых еще не слишком много расплодилось. Также не забываем про битоксибацилин. Этот препарат давно обосновался во всех аптечках наших садоводов. При обработке биопрепараты можно совмещать друг с другом, а также добавлять в них удобрения водорастворимые. Таким образом, вы сэкономите свои силы и свое время. Только строго, пожалуйста, соблюдайте инструкцию по применению. Если же вы где-то упустили момент, и придя в сад, вы видите вместо пышных зеленых кустов листву, покрытую пятнами, а верхушки скученные от скоплений тли, то самое время браться за более серьезную химию. Здесь вам поможет такой препарат, как эфория, шарпей, каратезеон, любой разрешенный в вашем регионе инсектицид. Для того, чтобы защитить от листовых пятнистостей, которые разбушевались, от мучнистой росы, я вам порекомендую взять стопаз. Или же хорус, прям, скор. Их тоже можно применять в составе баковой смеси с добавлением 40-50 грамм любого растворимого удобрения с пониженным содержанием азота. Это очень важно. Это поможет остановить рост, одревеснеть побегом и надежно подготовиться к кустам к зимовке. Итак, запомним. Сразу после уборки черной смородины проводим первое – санитарную обрезку, второе – полив, третье – обязательную защиту от болезней и вредителей и четвертое – подкормку. В таком случае ваша смородина прекрасно подготовится к будущему сезону, и в следующем году, поверьте, она отблагодарит вас чудесным урожаем крупных, как вишни, вкусных, сладких и витаминных ягод. Смотрите наши сюжеты, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте лайки. И до новых встреч! Ваша Юлия Кондратенок и Процветок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова